Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Лучший директор. Заключительным этапом городского фестиваля «Педагогический фейерверк» стало профессиональное состязание руководителей образовательных учреждений. Руководители должны были представить свою концепцию. Я руководитель. Что они вкладывают в это понятие, какими путями добиваются успеха на этом посту. На стыке хип-хопа, акробатики и гимнастики. В Заречном прошел областной семинар по чир-спорту. Заречный у нас флагман в этом плане, в развитии фристайла, такой дисциплины чир-спорта. И хочется, конечно, чтобы районы подтягивались. Заречный выбрал внучку Деда Мороза. 17 девочек приняли участие в новогоднем конкурсе «Маленькая Снегурочка». Она помогает Деду Морозу и дает детям счастье. И теперь об этих и других новостях подробнее. 10 декабря Заречный отмечает свой официальный день рождения. Городу исполнилось 60 лет. Строительство самого молодого закрытого атомного города началось в 1954 году на основании постановления Совета министров СССР номер 1461-661 от 20 июля. О строительстве завода оборонного значения и города при нем. Первый эшелон сибирской лиственницей для строительства брусчатых двухэтажных жилых домов на станцию Селикса прибыл 31 декабря 1954-го. В это же время началось строительство первых каркасных счетовых одноэтажных домов, в которые вселялись первые горожане. К июню 1958-го на заводе «Почтовый ящик-46» в строительных организациях, в обслуживающих учреждениях работало более 6 тысяч человек. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР номер 742-4 от 12 августа 1958 года образован Заречный район города Пензы за счет части территорий Заводского и Ленинского районов областного центра. А 10 декабря того же 1958-го года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Заречный район преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования Заречный. Через три с небольшим года 3 марта 1962-го вместо города областного подчинения Заречный создана закрытая зона Пензы-19. Историческое название города было возвращено в январе 1992-го года. Ну а 10 декабря осталось официальным днем рождения нашего города. С праздником вас, зареченцы! Наш город создавался как часть отечественного атомного проекта. Главной задачей градообразующего предприятия был выпуск продукции для сил ядерного сдерживания. И первое такое специзделие, ядерная боеголовка к первой баллистической ракете с подводным стартом, было выпущено в декабре 1963-го года на втором производстве Пензенского приборостроительного завода. 55-летие со дня выпуска первого изделия отметили ветераны базооборудования. В годовщину выпуска первой боевой части для советской баллистической ракеты подводных лодок заводчане принимали поздравления на торжественном вечере в Центре здоровья и досуга. Благодаря вашему труду сегодня на нашей земле мир. Благодаря вашему труду поколение, которое растет, оно видит, какую вы сделали работу и ценит ваш труд. Это важное событие в жизни предприятия. И я очень рада видеть здесь всех ветеранов, которые причастны к этому событию. Рада видеть молодых работников, потому что базооборудование работало, работает и будет работать. На торжественном вечере ветеранам вручили благодарственные письма главы Заречного и генерального директора производственного объединения «Старт». Юбилейный день рождения отпраздновала заслуженный строитель России, почетный гражданин Заречного, ветеран Пензенского управления строительства Лидия Акимова. Лидия Павловна 30 лет проработала в бригаде штукатуров-маляров, принимала участие в отделочных работах на множестве городских объектов. Ее всегда отличало добросовестное отношение к работе, к порученному ей делу. Вклад Лидии Павловны в строительство города отмечен многочисленными наградами, в том числе Орденом Трудового Красного Знамени. 10 декабря заслуженный строитель РСФСР и почетный гражданин города Заречного Лидия Акимова принимала поздравления с 85-летним юбилеем. От лица собраний представителей, от себя лично и по поручению главы города Олега Владимировича Климанова поздравить вас с днем рождения, с юбилейной датой. Ну, вы, конечно, весь ваш жизненный путь, он пример для многих, для нас, для многих, для нас. Так вы себя показали с хорошей стороны, качество высокое дело, что потом создали молодежную бригаду. Я помню, молодые все девчонки, и вы всегда красавицы были. После вас никакого контроля не надо было, качество всегда у вас было высочайшее. Прапорщик внутренней службы Виталий Ратанов из специальной пожарно-спасательной части номер 2 Заречного стал победителем юбилейного 10-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучшей пожарной России». Церемония награждения проходит в эти минуты в Москве. Награды вручаются в 22 номинациях профессионального мастерства. В МЧС сообщили, что за прошедшие 10 лет более 500 человек становились победителями Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». О службе людей, для которых спасение не только профессиональный долг, но и призвание, материал Ксении Тризны. Уложена она в таком порядке для того, чтобы мы быстро могли одеться. Сейчас тут делается сигнал тревога. В течение одной минуты мы уже должны быть. Пожарный должен быть готовым к любым неожиданностям. Начальник караула специальной пожарно-спасательной части номер 7 Антон Широв знает об этом не понаслышке. Еще на четвертом курсе Московской академии государственной противопожарной службы курсанту Широву за день до долгожданного отъезда домой пришлось резко поменять свои планы. Должна была быть практика у нас в своих регионах, откуда направлялись. Но поступил сигнал министра, что нужно выехать на ликвидацию чрезвычайной ситуации. За день до отъезда домой я уже выехал на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Так вместо Пензенской области Антон Широв вместе с другими курсантами отправился в республику Хакасия, которая пострадала от сильного наводнения. Сотрудники МЧС восстанавливали разрушенные постройки, возвращали жизнь людей в привычное русло. Бани восстанавливали, сарай, полностью надворные постройки. Заборов очень много километров было построено нами. Осушали дома, а так как они были сырые, вода где-то даже еще оставалась в домах. По итогам работы Антон Широв был награжден нагрудным знаком МЧС России, участник ликвидации посредствий чрезвычайной ситуации. А уже после командировки в зону ЧС все-таки отправился в родную Пензенскую область проходить практику, ведь стихийные бедствия не отменяют учебный процесс. О том, как сотрудники МЧС ликвидировали последствия разгула стихии, Антон Широв рассказал гостям специальной пожарно-спасательной части номер 7, ученикам школы номер 222. Эта встреча была приурочена к Дню Героев Отечества. Общение с начальником караула помогло ребятам понять, что героизм – это не только родные подвиги, но еще и помощь людям в мирное время. У него была очень сложная миссия. Это как бы спасти людей, восстанавливать эти дома. Это очень сложно. Они ездили в город один спасать жителей, там помогать им. Было на две недели, но они справились за неделю. О выборе жизненного пути, об учебе в академии и о теперешней службе – об этом и многом другом расспрашивали ребята начальника караула. И сами пытались нарисовать портрет настоящего пожарного. Он должен уметь постоять за себя и сильным. А еще? Смелым главное. Нужно проявить себя, быть смелым, не бояться вот этого. Просто пройти шаг через эту ступень, которую мы видим перед тобой. У тебя есть ступень, и ты можешь через себя прошагнуть через эту ступень, и тогда все получится. После беседы школьникам дали возможность поближе познакомиться с профессией огнеборца. Для гостей провели экскурсию по специальной пожарно-спасательной части номер 7. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». В Заречном завершается фестиваль «Педагогический фейерверк-2018». В течение года в рамках фестиваля состоялось несколько конкурсов профессионального мастерства. Учитель года, воспитатель года, педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», педагогических команд, молодых педагогов «Первые шаги в профессии», программ летнего отдыха и оздоровления детей. Финальным аккордом стали состязания руководителей образовательных учреждений, рассказывает Светлана Теплухина. Четыре конкурсанта оспаривают звание лучшего руководителя образовательной организации. В профессиональном состязании в рамках городского фестиваля «Педагогический фейерверк-2018» приняли участие директор 220-й школы Андрей Ефименко, заведующие детскими садами 18 и 19 Елена Чугунова и Ирина Постнова и руководитель психолога социального центра «Надежда» Лариса Ахтямова. Конкурсные задания претенденты на почетное звание начали выполнять еще в августе. На заочном этапе участники проанализировали деятельность возглавляемых ими учреждений, а также написали эссе на тему «Достижения в моей жизни – самое главное». Три очных конкурса состоялись в один день. Участники выступили перед жюри и коллегами. Руководители должны были представить свою концепцию. Я руководитель. Что они вкладывают в это понятие, какими путями добиваются успеха на этом посту. Представили аналитическую справку об учреждении, его функционировании, его успехах, может быть, проблемах и путях их решения. Кроме того, конкурсанты решали управленческие задачи и принимали участие в дебатах по самым актуальным вопросам современного образования. Темы, крупные темы были известны директорам за сутки. Они были готовы к этим темам, но те вопросы, которые уже непосредственно задавались на самом конкурсе, они носили более узкий характер и нужно было, имея знание, имея свой опыт, нужно было порассуждать, что же все-таки главное на сегодняшний момент. Участники проанализировали плюсы и минусы федерального государственного образовательного стандарта, обсудили ключевые моменты кадровой политики и высказали свое мнение, как добиться эффективности образовательной организации в современных непростых условиях. Повышение эффективности управления школ необходимо начинать с создания или преобразования системы информационного обеспечения. Планировано являться важнейшими средствами повышения эффективности образовательного процесса. В настоящее время конкурсная комиссия подводит итоги. Имя лучшего руководителя образовательного учреждения станет известно 14 декабря во время подведения общих итогов городского фестиваля «Педагогический фейерверк-2018». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». К участию в конкурсе готовятся и школьники. В городах-участниках проекта «Школа Росатома» идет подготовительная работа к мероприятиям для талантливых детей. В этом учебном году школьники и детсадовцы будут состязаться в разных направлениях деятельности. «Заречный» примет участников фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом Сити». Инженерный форум «Инкубатор инженерных идей. Романтики Арктики» состоится в городе Сосновый Бор Ленинградской области. В Новоуральск съедутся дошколята на чемпионат школы «Росатома по футболу 5 плюс» и юные актеры на фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Теарт Олимп Росатома». О том, чем удивит гостей закрытый город Свердловской области и что дает взрослым и детям участие в проекте «Школа Росатома», нашему корреспонденту рассказала муниципальный координатор корпоративного образовательного проекта в городе Новоуральске Татьяна Аленькина. Смотрите интервью сразу после основного информационного блока, а пока к другим темам. «Маленькую Снегурочку-2018» выбрали в Заречном. В одноименном конкурсе участвовали 17 девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Каждая из них стала победительницей в одной из номинаций, но звание «Снегурочки года» досталось лишь одной. Решение принимал и жюри в ходе двухчасового шоу юных конкурсанток. Кто в этом году получил звание «Внучки Деда Мороза», расскажет Ксения Тризна. Девчонок готовный девочек вечеринок! Собойте! Причинитель «Семский гурочек-1» – Мариана Палаткина, номер 2! 17 юных зареченок претендовали на звание «Внучки Деда Мороза». Чтобы доказать свое право называться «Зимней волшебницей», девочки преодолели испытания городского шоу-конкурса «Маленькая Снегурочка». У нас будет визитка, потом будет сам танец и дефиле. Снегурочка – это не только почетное звание. У внучки Деда Мороза множество обязанностей. Она играет не последнюю роль в создании праздничного настроения. Она помогает Деду Морозу и дает детям счастье. Она должна уметь кататься на санках. Она что-то говорит Деду Морозу, он не услышал. Надо ему помочь это сказать. Мы узнали, что Снегурочка, она не только помогает Деду Морозу, но она и играет. Она и катается на санках, и делает, и играет. Она позитивная ребенок, она тоже ребенок. Особое внимание участницы уделили костюму. Каждой хотелось отличаться от других конкурсанток, но и о требованиях к образу Снегурочки забывать было нельзя. Он должен быть сказочным, потому что сломать Снегурочка, она сказочная, она добрая, она красивая и должна быть опрятной. Снежинки, блестки и там голубой наряд какой-то, или белый наряд, или розовый. Конкурсантки радовали зрителей своими талантами. Пели, танцевали, рассказывали стихи, отвечали на каверзные вопросы жюри. Дополнительные баллы начислялись за активность и сплоченность болельщиков. В итоге обладательницей титула «Маленькая Снегурочка-2018» стала Злата Горкунова. Остальные участницы получили звание победительниц в различных номинациях и новогодние призы от спонсоров и партнеров конкурса. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». «Заречный» поделился своим опытом по развитию чирспорта. В областном фестивале, прошедшем в нашем городе, приняли участие педагоги из районных центров Сурского края. Зареченские наставники чирлидинг-команд познакомили коллег не только со спортивной теорией, но и провели практические занятия с участием чирлидеров. Рассказывает Наталья Елистратова. Показательные выступления открыли практическую часть областного семинара по чирспорту. Свои номера продемонстрировали чирлидеры в разных возрастных категориях – от детсадовцев до школьников. Зрителями стали участники обучающего форума, педагоги из районных городов Пензенской области и представители региональной федерации чирспорта. Заречен у нас флагман в этом плане, в развитии фристайла, такой дисциплины чирспорта. И хочется, конечно, чтобы районы подтягивались, чтобы и в Калышле, и в Бесонке, и в других наших районных центрах создавались команды, которые потом бы приезжали в Пензу, показывали бы мастерство, может быть, даже учили других своему мастерству. Именно наличие таких встреч, таких семинаров, которые являются бесплатными для слушателей – это огромный вообще вклад. Развитие чирспорта – основная цель областного семинара-практикума. В его рамках прошли теоретические и практические занятия. Рассматривались основные правила и ошибки, которые допускают тренеры и спортсмены при составлении программы выступления. Теоретическая часть была посвящена развитию чирлидинга, начиная в мире России и в Заречном. Были рассказаны основные правила чирспорта. Практическая часть будет посвящена полностью тем элементам, которые должны включаться в себя программа по чирфристайлу. И попробуем составить с ними кусочек программы. Областной семинар-практикум в Заречном стал еще одним мероприятием в рамках проекта по развитию чирспорта в городе. Финансирование проекта велось на средства гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Выделенные средства в размере более 350 тысяч рублей использованы на проведение фестиваля «Зар-Чир-данс», покупку звуковой аппаратуры и напольного покрытия, организацию обучающих семинаров. И еще о спорте. Зареченцы стали абсолютными победителями всероссийского турнира по хоккею среди команд 2009-2010 годов рождения. За пять матчей «Бобры» забили 32 шайбы. Состязания состоялись под патронатом производственного объединения «Старт» и посвящались 60-летию профсоюзной организации городообразующего предприятия. Три дня на льду спортивно-культурного комплекса «Союз» шли жаркие баталии. Нашей команде противостояли пять ледовых дружин из Пензы, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей. Начав с уверенной победы в первом матче с командой Нижнего Ломова, ребята в каждой последующей игре закрепляли свой успех. 3-0. Итог встречи с Пензенским и Дельвейсом. Маршанский штурм уступил нашим ребятам 5-2. Самарскую академию зареченцы обыграли со счетом 4-1. В финале «Бобры» сошлись с «Олимпом» из Новоспасского. В упорной борьбе зареченские хоккеисты отправили в ворота соперника 12 шайб. Противники в ответ смогли забить только 7 раз. Таким образом, зареченская команда «Бобры» стала безоговорочным победителем всероссийского турнира. Через пару минут смотрите интервью муниципального координатора корпоративного образовательного проекта «Школы Росатома» в городе Новоуральске Татьяны Аленькиной о предстоящем чемпионате «Школы Росатома по футболу 5 плюс» и фестивале-конкурсе детских театральных коллективов «Тиарта Олимп Росатома». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Внимание! Сенсация! Только этой зимой ставим окна бесплатно. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» продолжается. Сценарии написаны, интервью отсняты, ролики смонтированы и заявлены на участие. Зайди на сайт славадефиссозидателям.ру Будь в курсе всех событий конкурса «Слава Созидателям»! Лесная симфония – это чистый воздух и близость к природе. Лесная симфония – это все, что нужно в шаге от дома. Лесная симфония – это широкий выбор квартир и уютный двор. Жилой дом в зеленой зоне города Заречного. Лесная симфония – музыка в вашей жизни. Курс КАЭС начала производство изотопа кобальта. Сотрудники социальных служб взяли в оборот ПСР-принципы. Детская инспекция по безопасности прошла на Атоммаши. Роскомнадзор предупреждает – приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Насколько активно участвуют педагоги вашего города по проекте «Школа Росатома»? Наши педагоги участвуют очень активно, достаточно активно в проекте «Школа Росатома». Может быть, не так активно, например, дошкольники, как «Зеленогорск», когда они выставляют очень большое количество дошкольников. Но, тем не менее, каждый год у нас есть достаточно большое количество педагогов, которые заявляются на конкурсы, выходят в финал и становятся победителями. Были годы, когда мы выстреливали, 100% приехали. Какое количество человек приехали на финал, такое количество человек и стало победителями. Пусть это 4 человека, но это результат. И для меня, наверное, вот этот результат наиболее важен. Это говорит о качестве нашего образования, когда люди приходят в проект «Школа Росатома» не случайно, лишь бы подать заявку, лишь бы она была, а приходят осознанно и понимают, что если я подал заявку, я отвечаю за то содержание, которое я подаю, за тот результат, который я предъявляю. И проходит весь путь от подачи заявки до победителя финала конкурсной программы. Это радует. Расскажите, пожалуйста, о том мероприятии для талантливых детей, которое будет проходить в вашем городе. В нашем городе в этом учебном году будет проходить два мероприятия для талантливых детей. Это уже ставшее системным мероприятие проекта «Школа Росатома» театральный фестиваль. И очень приятно, что в прошлом году мы его провели на высоком организационном уровне. И привлекли и Елену Яковлеву, и Дмитрия Бигбаева, известных артистов России. И это дает, опять же, вот эту возможность дает «Школа Росатома» знакомство с такими людьми. И самое главное, что дети могут с ними общаться, дети могут творить под руководством таких людей. И второе мероприятие в мае – это будет уже ставший, видимо, тоже традиционным, но в разных городах чемпионат по футболу 5+, для дошкольников. Мы очень рады, что мы выиграли этот конкурс. И я знаю, что у нас была такая борьба. Я почувствовала это, когда выступала в эфирах. Я, наверное, очень такой тонко чувствующий человек. И даже через экран монитора, через расстояние такие, я все равно почувствовала, что мы очень близки с Заречной Пензенской области. Вот представляли два проекта проведения финала конкурсных мероприятий. Это мероприятие для детей по изодеятельности и мероприятие для дошкольников. И Заречный выступал раньше нас по изодеятельности. И вот прямо ловила себя на мысли, что как будто выступаю я. Настолько близки, хотя мы не общались ни с кем из Заречного накануне, насколько близки были наши идеи, насколько близко по духу мы были именно с Заречной Пензенской области и по изодеятельности, и по футболу. На самом деле получилось так, что Заречная Пензенская область проводит мероприятие для талантливых детей по изодеятельности, а мы проводим для дошкольников чемпионат по футболу 5+. На мой взгляд, сама идея проведения этого конкурса у нас получилась очень интересная. Мы связали все, конечно же, не напрямую с атомным ледоходом, но вот эта идея витала у всех, и мы на дошкольниках немножко ее преломили. У нас будет просто битва двух полюсов. Полюс Северный, полюс Южный. И отсюда будем уже разворачивать все события. И все события будут связаны, несмотря на то, что май. Я надеюсь, что все-таки снега в мае не будет, но будет связано с зимой, со снегом. И, наверное, было бы интереснее в космос, пошло сейчас это, если в эти... когда... не если, а когда в эти дни в мае будет очень тепло, а мы детям дадим потрогать снег, попробовать мороженое, собирать со снежной королевой. И чемпионат, и фестиваль театральный, они также пройдут в два этапа. Сначала заочные и муниципальные, а потом уже очные здесь у вас. Театральный пройдет... сначала будут муниципальные этапы, и, по сути, они заочные, потом уже до финала. А вот футбол пройдет в три этапа. Как было и в прошлом году, это будет сначала муниципальный этап, затем зональные этапы. Я знаю, что в Заречный именно приезжал в прошлом году Саров на зональный этап. И только потом уже будет финал. Поэтому футбол будем играть долго. На театральный фестиваль будете приглашать опять каких-то мэтров, чтобы они давали мастер-класс? На театральный фестиваль мы будем работать с Еленой Яковлевой как с председателем жюри. Она так и останется. И теперь уже это партнер театрального фестиваля. И он даже вышел за рамки проведения финала. Мы видим, как активно дети готовятся, репетируют, показывают, гастролируют с маленьким принцем, который ставит Елена Яковлева, отбирая детей, которых вот она увидела на этом фестивале. И, конечно же, Дмитрий Бекбаев – это тот человек, который смог буквально за полтора дня поставить, сделать такой спектакль интерактивный, интересный, такой, который тронул души всех взрослых. И очень понравилось детям работать именно с Еленой Бекбаевом, потому что он умеет работать с детьми. И очень доходчиво объясняет им, что от них хочет, чего желает от них добиться. И профессионально, и при этом не обижая, не оскорбляя, очень тонко, но твердо. Вот стержень у него есть, и дети это чувствуют, это хорошо. Он работает так великолепно с детьми, что все взрослые просто, открыв рот, сидели молча, никто не посмел вмешаться. Чем стала для вас школа Росатома? Школа Росатома для меня – это как глоток свежего воздуха. Поскольку я чиновник, то вся моя работа сводится к тому, что написание бумаг, отчетов, ответы на обращение граждан, то есть это достаточно такая сухая, официальная, очень регламентированная работа. Но, видимо, поскольку я человек творческий, то для меня вот школа Росатома – это такая душина, когда я могу реализовать свои какие-то творческие замыслы, когда мне очень нравится работать с командами людей, и я очень благодарна, что вокруг меня подбираются такие творческие, креативные люди, с которыми можно разговаривать на равность, с которыми можно общаться. И каждый раз, когда организовываю какое-то мероприятие, то получается, что я открываю педагогов вновь, я открываю команды педагогов вновь. Например, в финале я открыла для себя, вот собрала команду волонтеров, молодых педагогов, и теперь я знаю, что с ними можно работать. Они захотят со мной работать, а я-то уж тем более захочу с ними продолжать дальше работать, потому что очень интересные люди, которые откликаются и готовы сделать добровольно что-то такое интересное и для них, и для всех остальных. Поэтому, конечно, проект Школы Росатома стал неотъемлемой частью моей жизни. Я не могу жить вне его, без него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова